Что ж, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о стыковых матчах за право участвовать в следующем сезоне РПЛ. И переходим к первой, ну и получается последней сенсации этих стыковых матчей. Оренбург смог пройти Уфу. Фантастика, фантастическая встреча, потрясающая развязка, драматическая, и таким образом команда из Оренбурга отправляется в высший дивизион. Конечно, удивительная история, потому что здесь в какой-то момент казалось, что для Уфы все складывается максимально круто. 2-0 на выезде, отличные раскладки перед ответной встречей, в принципе, выездная ничья, это очень здорово, а в Уфе местная команда всегда хороша. И казалось бы, все складывается неплохо и на тебе. На тебе поражение, вылет, и давайте обсудим, что это значит, и как это вообще произошло. Но сперва, хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор это компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии, вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к составам. Итак, давайте начнем, пожалуй, с Уфы. Здесь Чичкан на воротах, Плиев, Никитин и Журавлев в центре защиты. Вообще, хотелось бы отметить, что оборона здесь поменялась у Уфы и поменялась, как мне кажется, в сторону большей даже, наверное, прагматичности. Потому что вновь справа на одном фланге появился Кабутов, более остро атакующий, а на противоположной бровке появился Сухов. В первую очередь такой ветеран, опытный футболист. И да, до него вторую бровку закрывал Йокич, тоже опытный игрок. Но все-таки, на мой взгляд, Сухов чисто стилистически. Он сейчас более сдержанный защитник, который меньше подключается вперед. По моим таким вкусовым ощущениям. Поэтому здесь, ну, в каком-то смысле, получается, была более осторожная тактика у Уфы, если брать именно вот защиту. Что касается средней линии здесь, ну, достаточно любопытно было посмотреть на вот эту подборку исполнителей. Один-единственный чистый опорник Камилов. Это означает, что состав уже априори более атакующий, чем в первой встрече, где Уфа максимально насыщала центр поля чистыми опорниками. Плюс Иванов, ветеран, который способен действовать поглубже, но вообще по родной позиции атакующий хавбек. Универсал Урунов, способный подключаться вперед. Ну, и Кассентура Агаларов. Это уже более такая наступательная связка, которая должна была действовать на передке, на передней линии. Что касается Оренбурга. Гошев на воротах. В принципе, в остальном состав достаточно, ну, скажем так, любопытный. Есть люди опытные. Например, тот же самый Сиваков. Мы его помним еще по РПЛ. Неплохой защитник рядом с Гойковичем в центре обороны. Малых и Эктов на флангах. Малых мы тоже прекрасно помним. Это футболист, опять же, с опытом выступлений в РПЛ. И именно он, получается, команду в РПЛ и вывел. Каплиенко, Бреев и Аюпа в центре поля. Ковалев, Фаннея и Обухов, атака. Ну, опять же, мы видим, что в отличие от того же самого СКА Хабаровского, который недавно лишился своих шансов на высшую лигу, здесь много людей с опытом выступлений в высшем дивизионе. Это и Фенея, и Обухов, и тот же самый Малых, и Сиваков, и так далее. В общем, здесь, ну, скажем так, в отличие от противостояния Химки СКА, не было такой пропасти в классе. Более того, мы понимаем, что сейчас Уфа, ну, в каком-то смысле уязвима, потому что команда потратила очень много сил, эмоциональных и физических, на вот эту финишную гонку за выживание. Когда они смогли спастись, ну, получается, на последних секундах матча с Рубином. Вообще потрясающая история, спастись на последних секундах с Рубином, чтобы потом вылететь на последних секундах с Уфой. Ну, это, конечно, тоже такой достаточно интересный разворот сюжета. Но здесь, для справедливости отметим, изначально все складывалось как-то хреново, прям скажем, для команды из Башкирии. Потому что соперник забил быстрый гол уже на 13-й минуте. Фомея с передачей Сивакова, опять же, два футболиста с опытом игры в РПЛ смогли забить мяч. Что вполне себе ожидаемо, забили со стандартов, потому что команды здесь, ну, скажем так, средненькие. Поэтому значительная часть опасных моментов создается со стандартных положений. И вот, пожалуйста, здесь Фомея, так скажем, вторым темпом заколотил мяч. Хотя там были другие эпизоды, была такая толкучка, напряженный эпизод, напряженные моменты. В итоге Оренбург все-таки затолкал. После этого всем стало понятно, как будет выглядеть оставшаяся часть встречи. Потому что теперь уже Уфе нужно отыгрываться. Уфа стоит на грани вылета, нужно идти вперед и что-то там такое создавать. И хотелось бы отметить, что здесь, как раз-таки, на мой взгляд, Оренбург смог достаточно неплохо уйти в оборону. Вот этот чешский наставник, который, напомню, ранее работал в Белоруссии, Личко, Марцел Личко, вот так даже, наверное, правильно будет сказать. Его нужно будет хорошенько запомнить, потому что команда у него достаточно организованная. И здесь она показала неплохой футбол на удержание. Уфа владела преимуществом в контроле мяча, но я бы не сказал, что это было какое-то преимущество существенное в опасных моментах. И здесь, в итоге, под занавес первого тайма, Уфа все-таки смогла сравнять счет. Здесь, так скажем, максимально задействованы были защитники Журавлев и Плиев, которые в итоге сравняли счет в этом противостоянии. И вот дальше, дальше, как мне кажется, обе команды как-то вот успокоились, как будто все задачи решили. Хотя на тот момент это было не так. И здесь нужно было как бы показывать более содержательный футбол, на мой взгляд, и тем, и другим. И у меня было столько ощущения, что и те, и другие слишком боялись ошибиться. Это касается что Уфы, что Оренбурга. Это заметно, ну не знаю, даже по тем же самым перестановкам, когда, допустим, Оренбург вместо своего центрального нападающего Обухова выпускает номинального полузащитника Титкова и так далее. Много было таких эпизодов, или, например, когда Полуяхтов вышел вместо Бреева у Оренбурга, то есть вместо, так-то получается, Хавбека вышел еще один защитник. И после этого пошло определенное перестроение команды. Уфа в этом плане, ну, скажем так, отличалась, потому что они, например, в противоположность выпускали атакующих футболистов. Ортиса вместо Сухова, например, на 38-й минуте нападающего вместо защитника. Потом уже Йокич появился вместо Кассентуры, опять же, чтобы закрыть проблемную левую бровку, где не было Сухова. Но все равно мы видим, что команда продолжала держать большую группу атакующих футболистов. То есть Уфа, ну, наверное, на правах хозяина делала более решительные замены и, возможно, хотела забить еще, но ей не удавалось, потому что слишком уж организован был Оренбург, во-первых. А во-вторых, что очень важно, как я уже отметил, и те, и другие слишком боялись ошибиться. И в результате мы получили достаточно скучную вторую половину встречи. Ну, а потом произошло то, что произошло. Второй гол на 94-й минуте Андрей Малых. Что характерно, достаточно банальный забитый мяч на самом деле. Что первый гол Оренбурга получается со стандарта. Что здесь? Дальний заброс. Малых поборолся. Малых, конечно, красавчик. И забивает гол при полном попустительстве всей обороны Уфы, а по факту всей команды. Вот так вот, знаете, одна ошибка действительно стоила слишком дорого. И это, возможно, то, почему обе команды во втором тайме вели себя максимально сдержанно и осторожно. Понимаю, что ошибка действительно может обойтись слишком дорого. Так и получилось. Один косяк стоил Уфе фактически путевки в РПЛ на следующий сезон. А, возможно, стоил Уфе и, в принципе, всего будущего. Потому что сейчас непонятно, что будет с финансированием команды. И непонятно, как отразиться на коллективе вылет в нишу. Продолжение следует.